Сначала он обязан предложить эту долю приобрести. Если вы отказались или не дали ему ответ в месячный срок, то тогда он уже может продать эту долю абсолютно любым третьим лицам. Поэтому я в таких случаях рекомендую покупать, находить деньги, если вам дорогая эта квартира и вы хотите ее сохранить для себя, все-таки находить деньги и покупать. Ваш брат, конечно, продаст, но по цене они же рыночные. Что произойдет дальше? Может произойти. И, может, покупатели просто-напросто могут создать вам совершенно невыносимые условия для проживания, тем самым вынудив вас продать, в конце концов, и вашу долю им. Вряд ли вам удастся им противостоять. Успеем дать ответ еще на один вопрос. Семья Баронниковых отправила письмо. Мне 48 лет, а моему мужу 56. Должны ли мы писать заявление до конца года по выбору процентов отчислений со своей зарплаты на накопительную часть? Или мы уже не подходим по возрасту? Давайте вместе послушаем ответ. Он интересен многим. По законодательству право выбора у нас предоставлено гражданам 1967 года рождения. То есть, если граждане более старших возрастов, то у них страховые взносы на накопительную часть пенсии по законодательству и в этом году, и за следующего года не формируется. Поэтому писать никаких заявлений для граждан старше 1967 года рождения не нужно. Это все вопросы на сегодня. Уже завтра прозвучат ответы и на другие письма. Не удается самим решить проблему. Обращайтесь, попытаемся помочь.